Ну а сейчас пауза небольшая, я перекушу буквально минут 15, и следующая игра с сегодняшнего такого, видите, апокалиптичного вечера, что ли, наверное, можно сказать, это Fallout 4. И вернусь к своему сейву, который я хотел на 100% пройти на сурвайвале, но забил. Ну, побегаем, постреляем из читерского пистолета до зарядного в людей, что тоже не может не радовать, и после этого, наверное, Dark Souls ночной, просто побью всех мечом. Так что оставайтесь с нами, люблю всех, пока MonsterCat, послушайте, целую. А, донаты, блин, донаты, донуты, донуты чуть не забыл опять. Так, что там подануты? Крауса, господи. Почему мне всегда хочется, мне всегда хочется тебя Краузом назвать, ты же вроде Каус. Или Кауц. Сейчас надо проверить. Каус, да. Да, я тебя Краузом буду звать. Блин, как я люблю вот эту тему на самом деле. Сейчас. Сейчас. Спасибо. Спасибо за 1000 рублей, мистер богач. Спасибо. Спасибо. Так, подписка. Брррршкш. Два месяца. Спасибо, что остаешься. Так, что у нас там? Что у нас там? Что у нас там? Илья, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, самый смешной анекдот, который ты знаешь. Я вообще не знаю анекдотов. Я считаю, что... Вот Хованский, по-моему, мое мнение про анекдоты говорил. Я считаю, что анекдоты — это идиотизм. Типа, анекдоты, они были, ну, наверное, смешные лет 60 назад. А сейчас, мне кажется, что анекдоты — это самая тупая вещь на Земле. Кто вообще, кому нравятся анекдоты? Чувак, ты чё? Ты дед, что ли, какой-то старый? Мэтт только посмотрел то видео, всё правильно сделал. Хайтнайт. Да, спасибо, Гарда. Ничего я правильно не сделал, я неправильно поступил. Так, Ленский. Илья, спасибо, что как-то на стриме напомнил про Planescape Torment. Это были лучшие дни геймплея за последние года. Всего те наилучшего. Да, но Planescape, к сожалению, на стриме не поиграть. Это просто невозможно. Я даже не знаю, схватит ли её ОБС, но играть в неё практически невозможно в наше время. Она слишком трудная, запутанная, сплошная болтовня, ничего не понятно. Грузин, спасибо, Илья. Согласился бы на бой с Симоновым за деньги, если да, то за сколько? Я уже отвечал, что я готов драться только с женой Симонова, могу даже бесплатно. С самим Симоновым я драться не хочу. Но он оказался, кстати, не такой большой, как я думал. Он довольно низкий и просто толстый. Но, блин, у него Иисус на спине, ему наверняка это поможет в бою. Да и к тому же я слишком слаб, у меня болячки постоянно какие-то. Илья, они будут ночью Battlefield неплохо, заходили веселые по стрелушке. Михей, но я только с кексом пойду, так что пиши кексу. Я всегда готов на любой кипиш. На PC вышло переиздание первой Gears of War, как же Hype Stream. Gears of War это кал. Геймплей Gears of War остался там же, где первый Gears of War, когда он вышел. Даже неплохая игра типа Spets of the Line с таким геймплеем совсем невозможно в неё играть. Орден я ещё кое-как прошёл, но, блин, Gears of War это кал. Или отчёт, думаешь, а это уже было. Надеюсь, я развернуто ответил, ребят. Спасибо за донаты, ребят. Донаты. Это круто. Чё сейчас, кстати, в лидерах продаж в стиме давайте посмотрим, пока я не ушёл на отдых. Какашка в моём супе стоит 26 рублей. Психологический хоррор. Психологический хоррор. Какашка в моём супе стоит 26 рублей. Скидка 10%. Куплю, пожалуй. Может быть, это выгодное предложение. Сейчас и заценим тогда. Пауза переносится на 10 минут. Игра называется There's Poop in my суп. Типа, здесь говно в моём супе. Я ещё про неё не знаю. Но я не думаю, что хуже Майнкрафта будет. Весит 12 мегабайт. Метарт 1488. Как относишься к творчеству Noize MC? Ну, отрицательно, естественно. Это ж полное говно, чувак. Какой-то говнарь поёт рэп. Как можно к этому положительно относиться? Шелтерд. Выживание постапокалипсис. Чё? А, ну всё. Мне по скринам стало ясно. Я понадеялся. Ну, кстати, очень положительные отзывы. Волнующая глубокая стратегическая игра на уживание. Вам предстоит позаботиться о четырёх членах семьи, нашедших приют и убежище. Блин, я бы лучше Лизу прошёл всё-таки. Надо будет скачать Русика. На неё вышел он. И пройти Лизу как-нибудь тоже на стриме. Когда буду играть в... В Индишатину. Факторио, говорят. Прикольная игра. Вот это скорее для Сабдея. Да и Лиза, наверное, для Сабдея. Будем ждать, пока такие прикольные игры на Сабдеи будут выпадать. Может быть, тогда люди перестанут заказывать всякий отстой. Что это такое? Фантастическое подключение ван Хельсинга. Это игра недавно вышла? А, 6 ноября 2015-го. Она просто по скидке. Сабнаутика. Чё-то какой-то мужик с ножом плавает под водой. Ну ладно, давайте посмотрим. There is poop in my soup. Одну версию There is poop in my soup разыграть на стриме? Да мне лень. Я её подарю лучше тем, кто хорошие... Хорошие игры заказывал на Сабдеи. Вот им будет подарок. Они такие, да, Илья, спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. За игру за 26 рублей. Ты классный. Мы любим тебя. Мы не зря подписались за 5 долларов. Ты разыгрываешь лучшие вещи вообще. И ты совсем не толстый. Они не зря. Эм... 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 Так, и я сру в суп. А, все понятно. Ой-ой-ой-ой, простите. Я думал, я попаду. Так, вот. Во-во-во, вот этот хипстор, он мне не нравится. Ну-ка, ну-ка. Хорошо, ему прям по лысине не получилось, ребят. Во-во-во. Так. Друзья какие-то. Один черный, другой белый. Держите. Школьнику тоже насрём на голову. О, я прям в мороженку ему попал. А, теперь шоколадная? Братишка. Ребёнку в коляску. Нет, не успел. Не успел. Нужна ещё одна колясочница. А это такая идёт, типа с зонтиком, мол, королева. Не-е-е. Давайте ещё разочек. Хе-хе-хе. Эй, тарт. Так. Прямо в супчик. Давай, давай. Шоколадка не кончилась. Вон она. Ах ты, прости, прости. Так, что насчёт вашего мальчика? Ему там одиноко в коляске? Он скучает, наверное? Пусть игрушечку поймает. Ой-ой-ой. Эээ. Эээ. Набиваем, набиваем. И самой мамашке. Хе-хе-хе-хе. Я стал сиротой, потому что мою маму убил Кал. Упавший. Саундтрек здесь писали лучшие умы, как мне кажется. Ещё хочу. А тут есть цель? Я ещё могу уровень пройти, в принципе? Или я просто должен срать? Мне надоело. Она была смешная, но надоело. Мне на 26 рублей свои она стоит. Вот это честная оценка для таких игр. А когда ты покупаешь, типа... Когда ты покупаешь игру, типа... Как её? Где надо папой убегать от мальчика, она стоит 250 рублей. Вот это развод на деньги, я считаю. А здесь она отбила по эмоциям. Отбила по эмоциям, понимаете? Как бы... Хороший сюжет, прекрасная графика. Конечно, те, кто мало книг читают, они не понимают всего, что было показано в этой... Тут надо знать историю, прежде всего, чтобы хорошо оценить. Но сеттинг такой, его редко увидишь в наше время. 10 из 10, друзья. Ладно, всё, пауза, я скоро вернусь. Короче, мороженка супер отстойная еда для перерыва в стриме, потому что я жду, пока она немного расплавится, хотя бы по углам растает, чтобы её можно было есть. И она так медленно это делает, что я съел. Просто два раза провёл, вот за всё это время, что я сидел, я два раза провёл ложечкой поверху, сняв, так сказать, немного сверху. Ну и всё, я жду, а оно всё не тает и не тает. Короче, так можно на перерыв вечно сидеть. Поэтому поехали. Fallout 4, возвращение с Good Game'а. Сначала был бан на Твиче, потом Good Game, где я стримил. Потом у меня пригорел из какого-то супер дебильного квеста про роботов, которые управляют... Управляют кораблём, который врезался в здание. Короче, я тогда пригорел, вообще жёстко сказал, что ничего тупее в жизни не видел, вообще просто кал какой-то. И выключил, а с тех пор не играл, поэтому это возвращение легенды в легендарную игру. Пора готовиться, скоро, блин, будет DLC про механиста. Надеюсь, второе будет. DLC тоже про что-нибудь крутое. Как я уже говорил. Блин, на самом деле, я там прогнозировал DLC разные про Memory Den, про Синтов, про этого чувака. Агентух47, спасибо за подписку. Про этого чувака, как его звали, который жену нашу убил. В итоге я ничего не угадал. Вообще ничего не угадал, потому что они выбрали самый тупорылый вариант для DLC. Какие-то ссаные роботы, которые вообще... Но я думал, что это с крафтом будет связано. Роботы, чуваки. Что хорошего у роботы? Сраные роботы. Накентуха, спасибо тебе еще раз, что вернулся. Я на самом деле жду, когда игра полностью выйдет. Я не готов оценивать ее по одной миссии, как некоторые делают. Мне нужна вся игра. И я хочу просто начать и наслаждаться. Проходить миссию за миссией разными способами. Мне не нужен огрызок какой-то. Это тупо. Так вообще нельзя делать. Все идиоты, которые кроме кенца выпускают такими форматами, ну кенца игрового, они неправильно поступают. Потому что я помню, как фильм Paragraph 78, великолепный фильм, шедевр своего времени, провалился. Просто из-за того, что они разбили его на две части. Это же не Звездные воины, которые можно продавать по частям сто лет в обед. Радио? Не. Новый НФС я уже стримил. У меня аж плойка есть. Это Кал. Ну его нафиг. Так, тут Ксюхана создавала опять двойников всяких знаменитостей. Это... В честь Амелии из Бладборна я называл персонажем. Стоп, а как звали-то моего? Стоп. Из кого я играл-то? Два дня, четырнадцать часов, респектно, наверное, за это. Волчопер, спасибо за подписку. Наверное, за это. Покажи двойников. Ну, блин, зайди Ксюхе на стрим. Да, пятьдесят первый уровень, это точно. Сколько же я часов всрал в эту игру? Зайди Ксюхе на стрим или на канал, у неё должно быть записано. Плюс она скриншоты всегда снимала, персонажи которых делала. Забей. Там хаконы всякие. Носатый. Там ты реарим, там ты реарим. Зацените, что умею. Блин. Как там? Э, а чё не работает-то больше? Раньше их можно было не только двигать, но и выделять в ватс, а теперь чё-то не получается. Я вообще игры не слышу. Вообще не слышу игру. Спасибо, NonSigarLive, за подписку. Чё такое? Она вроде на довольно... Я не понимаю. Она на максимум звука стоит. Чё, засрань. Ксюха, что ли, чё-то делала? А, да. Ну, по умолчанию. О, лысый. Так, ещё немного погромче. Можно даже, наверное... Сейчас я быстро настрою. Я просто сто лет в неё не играл, поэтому все настройки сбились. Прошу прощения за эту паузу. Даже как-то неловко в неё снова играть, потому что столько у меня отрицательного, всё с ней связано. Ненавижу её ещё сильнее трёшки. Впечатляет, братинь. Не знаю, о чём ты говорил, но впечатляет. Чё за бомж? Я разве играл за какого-то бомжа? Он на Ведьмака похож. Я не помню, чтобы я играл за старого престарелого байкера-говнаря. Я не тот сейф, наверное, грузанул. Это в натуре Ведьмак. Наверное, я был сильно обдолбан, когда... Я ещё не помню. Я не помню, как это произошло. Наверное, я планировал ещё один стрим по этой игре и сделал Ведьмака, но я реально не помню этого. Продолжай. Все думают, что наш главный приоритет — синты, но это далеко не так. Мы строим лучшее, светлое содружество. Подземка — лучшая, самая благородная организация в истории. Нет, говорит, я не могу дальше эту херню пороть. Спасибо, дружище, я прям почувствовал запах херни. С тобой зато не скучно. Всегда рад служить. Короче, Вань, видел школьника на улице? Он говорит, Илья, дай автограф. Причём маленький такой школьник реально просто взбесил у меня. Это просто нереально, я им как дам пару раз в морду и по жопе ещё напихал. Ну, блин, школьники, они достали. Они в интернете меня бесят, блин. В жизни ещё сильнее бесят, поэтому, если ты школьник, не подходи ко мне. Спасибо, Вань, за 400 рублей. Спасибо. А, что? Вы с Минитменами неплохо преуспели, хотя в историческом плане от них что-то мало толку. Братство с ними я познакомился во время операции в столичной пустоши пару лет назад. И, скажем так, я не в восторге от того, во что их превратил старейшина Мэксон. Я даже ещё пока не знаком с братством в этом сейве, по-моему. Ага. Да, у меня, кстати, стоял патч на диалоге, но, видимо, они обновляшки выпустили, поэтому у меня теперь не работает. Вон, нифига. И у меня, похоже, перегруз. Мэм. Так, нет, стой. Мэм. Где у меня ящик, в который я оружие складывал? Ну ладно, в этот. Запихнём то, что мне не нужно. Ну так, спаситель, взрывной снайперский карабин, зуб, Клинт Иствуд, крышка мина, навигационный маяк. Ранящий, продвинутый боевой дробовик мне не нужен. А, всё, ну, собственно, без него у меня нет перевеса. Сколько он весит? 21! Господи Иисусе. Но на нём есть что-то типа глушителя, я хочу. Шишки-баг. 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 С dale. Шишка-баг. Откуда у меня столько бухла что нет это не могла быть женщина такое ощущение что с моего аккаунта ночью играл Хованский который решил скупить все бухло на пустоши другого причина почему у меня такая сраня в инвентаре я придумать даже не могу что вообще secularе польза и сверков о прийти в вкратеку но и после того что это все в конце концов кто был поражен и об Европе а из дворека если вы будете его это не повышенной вот и я и в этом в аэзии вот и он еще и связан на своем Субтитры сделал DimaTorzok Я уже даже управление забыл, настолько я давно не играл А, здесь у меня броня рарная была, блин, ну ладно Талстас, спасибо, дружище Субтитры сделал DimaTorzok Вот он, мутанты-истребитель 50 Отлично, я нашел его Вооо, сексуальный ствол Будет с ним ходить Теперь надо вспомнить, где в этой игре есть супер-мутанты В большом количестве Какая-то она лагнутая, ну-ка Может тут какая-нибудь вертикальная синхронизация Дистанция прорисовки объектов Вообще на минимуме Почему-то стоит Нет, никого не нашел, я и не искал Ладно, погнали Зачистим пару лок Как же хорошо поиграть в шедевр-то от Бесезды Где-то супер-мутанты кто-то ответил в чате Везде Вот здесь я, по-моему, не был В Посейдон Эннер Потому что там один из пупсов лежит С вашего позволения Буду иногда мороженку подтаявшую есть Надеюсь, вы не слишком будете обижаться Ммм Чуваки Из фермерского магазина мороженое просто Я не знаю, что может быть приятнее этого Серьезно Настолько вкусно Только слизывать соль для текила С ягодиц любимой женщины Так, ну ладно, пойдем искать пупса По-моему, мне как раз двух или трех не хватало Для фулл-коллекции Вот один из них тут Но тут не супер-мутанты, к сожалению Поэтому мутанты и истребители не слишком подходят Но зато, блин, это дробовик Такой полноценный Карабин, точнее, скорее, не знаю В общем, как у того чувака И с Старикам тут не место Неужели я всех убил? Не может такого быть Я и тут, походу, всех убил Я уже и забыл Реально, как выглядит игра Насколько она отстойная Я То есть прям Как будто заново на нее смотрю Даже как-то и не верится Что столько часов в ней было проведено Но она как-то Молниеносно вылетела из моей головы Как нелюбимая женщина Знаешь Знаете, когда перечисляешь Типа женщин, с которыми встречался Все время забываешь Каких-нибудь тупорылых сучек Ну, потому что Как бы ничего хорошего от них Ты не видел И ты можешь их забыть Вот здесь Примерно так кажется Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 В которых... Блин, слушай Стой в этом отстойнике Хотя, блин, я забуду тебя тут забрать Пойдем Люблю такие города В которых есть какой-нибудь комбинат Который в единственную речку В городе сливает Какую-нибудь вообще адовую Радиоактивную срань Там обычно очень прикольно жить Потому что периодически появляется Какой-нибудь Сиреневый туман Там Радуга из 28 цветов Из-за химикалий Люди, которые живут в таких местах Они не понимают, как им повезло Они умирают от раков 25 И говорят А на самом-то деле Господи Ёптыть Отстань Как тут бить В ближнем бою на F? Убей Ведьмак не должен разбираться Он должен бить только болотников Да ёптыть Самих Детеныши это для тебя, малыш Дайте возьмём другую какую-нибудь пушку От этой накалилась В анусе Слишком тяжело О, клинт из тут Так, антирадин у меня есть Так Молчать Сложность, я уверен, что стоит Стасик, в случае проверим Да Уживание Говорят, они ещё какую-то новую будут вводить Где, типа, вообще пукан будет дербанить Жёстко И они ведут какие-то элементы из хардкора Из Нью-Вегаса, но Я не знаю Мне кажется, эту игру это может и не спасти Слышь? Лысик 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 Солч end это меня болотник шлепнулся на удар вот так просто в рыло дал и все дел си будешь проходить конечно классно будет так у меня броня не полностью одета еще общение не было надета 917 а это 512 по идее это моя лучшая броня кто меня раздел тоже ксюха мне кажется это прикол какой-то был чтобы меня быстро болотник вырубился на удар она все подстроила женщина решила испортить мне настроение когда я буду играть мою любимую игру про выживание вылезай ты ретарда господи в чем я застреваю постоянно в таких ситуациях и немного обштыривался что за фигня на какую кнопку ватс включается почему на вне включается в какой кнопку ватс была в этой игре Да вылезай ты, Ритар Нет, нет Я вообще разучился в неё играть На какую кнопку? На Q что ли? Да, на Q Всё Так, всё, шутки кончились, я понял Я понял, чат Шутки кончились Игра решила отомстить мне после возвращения Может они поправили баланс? Всё стало жёстче Блин, мне не понравилось, что я бахнул наркоты Ну окей, блин Тогда, может быть, и ты будешь сражаться с этим светящимся болотником Ритард вонючий Куда я вообще? Куда я должен приплыть-то? Сюда, что ли? Так, 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 так Опа, опа Опа Ещё сейчас я его Бум Я помню, что я жёсткую раскачку выбрал И я должен разваливать Поэтому я так удивился Кекс из болотника Персонаж может дышать под водой Это то, что надо Неутомимый молот Критическое попадание восстанавливает очки действия Чушь Меско возьмём Обидно, когда рарное оружие выбиваешь И тебе какой-нибудь ссаный молот падает Психотрон Протектрон, точнее, заработал Обидно, когда рарное оружие выбирает Ничего, что не застанавливает Это место рейкс Я дальше не понимаю, куда идти Просто сейчас я куда-то забрался Значит, что-то понять не могу Может, я в другом месте А Блин, у меня нет какой-нибудь Гранаты Впрочем, хрен с ним Мне кажется, это лучший способ Вот и Савант подъехал Когда-нибудь мы все забудем, на самом деле, то, что Fallout 4 подарил нам самое важное Пусть и неправильное, но тем не менее Ну, неправильно используемое Но прекрасное слово Савант Уже за это стоит сказать игре огромное спасибо 10x единиц урона Почему я не хожу с ножом В таком случае Что это большая ошибка Я не могу его ударить Он должен вылезти Тут я, наверное, не выбью по нему Скрытая атака Болотник С одного удара Ёптыть А вот это уже Ни хрена не весело Стой Да, нет Это не то, что нам надо Я такой блок поставлю Как будто это мне поможет Но Бум, бум Бум Одно радует Fallout не сильно изменился С тех пор, как я заходил Так, надо точно забиндить Стимуляторы Как это делалось Леон Уифа Спасибо, дружище, за подписку Как это делалось Так У меня и так есть стимулятор Он на шестерке На пятерке Клинт Истут Зуб на четверке Спаситель на двоечке То есть шестерка А, нет, шестерка это винт Ноль стимулятор Не винт Хотя, давайте Пахнем винта Я помню, что винт Здесь самый такой Расходуемый наркотик Я еще никак Между табом и эскейпом Не могу разобраться Отлично Перезарядка Вся в винт ушла Меня мелкие суки Жрут Лысый Хотя бы их убей Такой ты юзлис Говноед Я просто не понимаю Нафига мне напарник нужен Так, на чем там был зуб Братан Начинай работать А то уволю Все понятно Столько вот Несмотря на то, что я много играл Fallout 4 Это последний из 3D Fallout'ов Которых я играл У меня настолько В памяти настолько Как бы запечатлено Управление именно от Нью-Вегаса Где эскейпом выходишь Вместо табов Где В это ватс И так далее То, что я не могу никак Снова перестроиться Терминал службы безопасности Драные блотники Активировали систему безопасности Использовать вход с крыши Коротышка Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Пока меня овнил Протектрона Я прям подумал Блин, как же классно То, что Теперь роботы Возможно станут Нашими друзьями После того, как мы их накрафтим Раньше это были злейшие враги Еще в Fallout'е 3 Они очень жестко раздавали Но теперь Мы сами будем иметь Прямое отношение Все-таки Какой же гениальный DLC Ну как же хорошо Как же хорошо То, что В Bethesda Работают не ретарды Как мне изначально казалось На настоящие Знатоки Своего дела Не капли Даже теперь Я думаю, что никто Кто раньше Говорил, что Season's Pass Не стоит почти Полторы штуки Дополнительные А теперь он еще И две с половиной Стоит После того, как Касарь сверху Накинули Никто теперь не скажет Что Season's Pass Не стоит своих Денег Я просто очень надеюсь Что второе DLC будет про то Что на револьвер Можно будет повесить Что хочет получить Из револьвера Под сраку А так вообще Вот зашел И прям чувствуется Что играю в RPG Давно не играл И жалею Нет, все Отмена Отмена Что произошло Пипец тут турели На самом деле Зажигают Я и забыл Мороженка Почти кончилась Парни Блин Нет Никакие облизывания Никаких частей Женщин Никогда Не сравняться С этим вкусом Репликейтинг Перфекшн Это прям как Ты как раз Подписался Вовремя Потому что Репликейтинг Перфекшн То есть Повторяемая Великолепность Это прям Про игры Бесезда То есть Если бы мне Надо было описать То так и было Какие-то свингеры Отъехали Тут смотрите Два мужика И бабец Лампочка Стоп А мы оттуда пришли? Нет Не похоже на то Поднимаемся Потихонечку наверх За пупсом Здорово Денис Вот Денис Кстати Не заслуживает Моего уважения Как стример Не только потому что Он глумился Надо мной Но и потому что Он даже не прошел Такую игру Такую замечательную игру Он просто дропнул И поставил Ее восьмерку В итоге наверное Сказав Хорошая Хотя у него даже Не хватило яичек Да пройти этот шедевр Чтобы увидеть концовку На одной из лучших В истории Компьютерных игр Там чувак Такой идет Просто по городу Вот этому начальному И такой Пожалуй мне пора Смириться С тем что Теперь я живу здесь И ты такой Да Да Десять из десяти Да Это то о чем я думал Какой твист Какая драма В конце еще Оказывается Можно Можно забрать Этого Ретарда Которого они вырастили В кустарных Условиях Типа клона Своего сына Мелкого И жить с ним Десять же из десяти Так что Денис Я советую Тебе все таки пройти Чувак У меня уже есть Бизнес-планы Я хочу открыть Пивную Хугарду Прости робот Ты меня напугал Я бы в жизни Не убил тебя Просто я обкакался Когда увидел тебя И два раза Нажал на Спуск Вот что надо Поставить на подписку Потому что Только люди С таким смехом Способны Так бездарно Потратить Пять баксов Сегодня в баре Пил козел Разливной В баре Пить можно Но меня не Дало ощущение Что это урина Спасибо за историю Знаешь Я долгое время Думал Почему пиво Называют мочой Неужели Реально похоже То есть И все таки В один прекрасный момент Для того Чтобы так сказать Знать Насколько это сравнение Имеет Право на жизнь Я решил Я набрался смелости И решил попробовать Санину Свою Естественно Ну чтобы не зашкварно Было Пописал В пивную кружку Но не решился Сразу выпить Оставил на столе И пошел Чтобы так сказать Холодной водой Мыться как Эминем Перед выступлением В восьмой миле Или какой там Рокет 133 Спасибо за 200 рублей Обязательно прочту Твой донат Поставил кружку На стол На кухне И пошел Умываться Чтобы набраться смелости Возвращаюсь Это было как раз вчера Возвращаюсь А кружка уже почти пустая И Хованский сидит Говорит Ты же говорил У тебя пива нет дома Я говорю Ну вот видишь Нашлось Говорит А что теплое такое Я говорю Ну типа Блин Не в холодильнике Поэтому и найти Пиво лучше Чем вчера в клубе было А в клубе был Бочкарев разливной То есть Как бы Понимаете Значит все таки похоже Сам я потом так и не попал Субтитры сделал DimaTorzok Да я не хочу плохое пиво производить Понимаешь Если бы он сказал Что намного лучше Или там О чувак Это что паулайнер Да я бы тогда Наверное мог Понятно Они в основном наверху Надо ретарду тут оставить Субтитры сделал DimaTorzok Возвращает воду в вино А король мочу в пиво Чувак Ну ты попробуй свою мочу Я уверен Что это просто общая тема Не просто же так люди говорили Что пиво это санина Или это в комедии Помнишь Блеф щелентана Где Его Поймали за то Что он Типа Якобы Пиво мочой Разбавлял Он горел Почему разбавлял Это типа Это санина и была Так и тут Настоящих мужчин Винтяра Еще винт лол Охренительно Боже мой Я раньше не был в этом мире Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я серьезно Мне кажется Это какая-то карма Это какая-то карма Отрицательная Началась Пиво Киликия По-моему Мы его даже С Ливаном Пили в этом Пивном шоу Но если не пили В пивном шоу То я его так пил Мне не особо понравилось Я вообще ничего Армянского не люблю Я не националист Но армяне Они блин Очень большого мнения Обо всем Что с ними связано И с ними тяжело Из-за этого общаться То есть они наверное Самые такие Самые обобщенные Националисты Даже не евреи Которые Типа Или там Какие-нибудь Какие-нибудь эти Там я не знаю Кавказцы Армяне Они вообще прям Жестко друг за другом Все И прям Им все нравится Армянское Я не знаю Типа Блин Если в чемпионат России Приезжает какой-нибудь Футболист Который вообще Не умеет играть Полный придурок Они все равно Будут фапать на него Там говорит Что это новый Мехитарян Новая надежда Я уж молчу Что они делают С реальным Мехитаряном И это Ну типа Совсем так С пивом С машинами Я не знаю Армяне производят Машины или нет У них отрицательная Вот такая вот черта Есть Потому что Надо быть скромнее Потому что Все армянское Что видел я Полный кал Шут Люблю армян Нет Не знаю Зря я вообще Начал эту тему У армян Есть систем Вот еще один пример Каждый Блядь Армянин Каждый Сука Если ты слушаешь Не знаю У тебя есть Он в записи Вконтакте Каждый армянин Обязательно скажет А ты знаешь Что их солист Армянин Блядь Вот это пример Еще один Спасибо что напомнил Ты же не будешь Когда увидишь Я не знаю Какой-нибудь Блин Олег Газманов Говорит Бля Ты знаешь Он русский Где выход Из этой жопы Наверное Там внутри Можно было Разблокировать Да-да-да Выходные Двери С какого-нибудь Терминала Наверное Там где Коротышка Тусовался Или у Коротышки Просто был Ключ доступа Но Яхер его знает Где сдох Коротышка Он просто Умер Он умер Где-то Наверху Найти его Тело Теперь почти Невозможно Будет Ну это Трон Коротышкин Он тут Сидел Типа Как Король Царевал По полной Но Где Кокнул Вот В чем Вопрос Ты не Коротышка То есть Он Он где-то Гулял А Вон Он лежит Урод Так Ключ Отпаси Я Армянина Вполне Скромный Парень Чувак Я же Не Обдлин Грязью Всех Армян Я Только Про Тех Которые Нескромные Ты же Должен Понимать У меня Армянин Ничего плохого Не сделал Я Не Сделал Я Привел Как бы Пример Национального Характера Это не значит Что я Расист И там Типа Всех под Одну Гребенку Чешу Потому что Я часто Говорил о том Что есть Как и положительные Отрицательные Черты У всех Националист Например Русские Все алкаши Бездельники Ретарды Там Не знаю Хохлы Любят мясо И воровать Негры Быстро Бегают Японцы Быстро Считают У всех Есть Как положительные Так и Отрицательные Стороны Это нельзя Отрицать Предрасположенность И ты Подчеркиваю Их Не становишься Националистом Каким-то Жестким Просто Ты Отмечаешь Это Поэтому Я не говорю Что конкретно Ты ходишь И везде Рассказываешь Что Чувак Из системы Фдаун Армянин Там И так далее Я просто Пример Привел И все Не стоит Обижаться Я например Вот ретарды Я не могу Уже 5 минут Понять Для меня Все выглядит В этой игре Одинаково То есть Все вообще То есть Любая часть Этой игры Выглядит одинаково Я пытаюсь Зайти в какую-нибудь Комнату Где будет Лестница Наверх Но я не могу Ее найти Потому что Куда я не захожу Везде Один путь Вниз Я уже Не понимаю Где я И когда я Сюда Пришел Как я Поднялся Я вообще Ничего Понятного Я опять Иду К болотникам Походу Нет Это вообще Круг Где Так 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 Ладно Коротышка Упал Там Значит Нужный Путь Где-то Тоже Там Здесь Не Это тоже Круг Вот где угодно короче можно встретить ближе всего я бы их с евреями сравнил а евреев я очень люблю на пиво только выпей качественно спасибо американин за 1000 рублей на 1000 рублей можно купить качественное пиво в принципе не стал близко к сердцу понимать так это же здорово да на самом деле затаил обидку я уверен вы и армия не все такие ли я пробовал хамовники стаут нет я вообще не пью хамовники другую фигню с такими названиями я помню старый хамовнический завод до того как его закрыли вот сейчас его снова открыли а был момент когда его закрыли это был плетят вратительное просто пиво просто отвратительное не знаю выжил я или нет но надо рискнуть сейчас там новые владельцы вроде как они начали что-то новое варить но дерьмовое я уверен в этом как это вонючая пиво называлась который где-то недалеко от фрунзенской варили блин короче забей ну в общем бы хамовники тоже был полный мочой я не уверен что там что-то поменялось завод то тот же самый остался не знаю куда идти вся эта игра скучная куда бы я не пошел везде будет скучно не не вегасы например куда не пойдешь везде весело как грузинам отношусь не не знаком с грузинами ну так с одним доме ничего плохого кстати сказать не могу да я и армян их еще плохого сказать не могу я просто перечислил национальные особенности это я не из истины последней станции успокойтесь потом сделайте видео блин мэдисон обсирает армян там еще что-нибудь я ни в коем случае ничего подобного не имел ввиду я же не играю в эту игру не представляю что я стреляю не в рейдеров а в армян правильно это значит что я хороший человек то хорошо хорошо пошло камера под землю это я люблю я видимо взял какую-то кровавую баню ада дополнительно 5 процентов урона дает я хочу стволочек шлепнуть по кому-нибудь что налагает у меня надо реально винду переустанавливать уже все все игры стали лагать эта игра абсолютно нормально шла на максималках вообще просто никаких проблем не было но спустя год пользования системой операционной настолько мусора набилось что теряна тормозит национальные особенности русских вороватые тупые алкоголики плохая наследственность лень там все что угодно я не знаю ни одного положительного положительные черты русского человека то есть как бы их нет но это сложнее намного вот приведите мне пример хорошие черты русского человека и не надо там культ храбрость выдумывать так далее потому что как бы чтобы русский воевала нужно за град отряда это так очевидно вот я русский я никогда не пойду воевать я ленивый трусливый алкаш могу только школьников лупить блин шмальнуть кого-нибудь хочется и никого нет как на зло в этой игре как только придешь и захочешь нормальный квест поиграть пройти сразу начинает спавниться враги там или только почувствуешь что-нибудь интересное сразу короче враги кругом одна стрельба а когда-то наоборот хочешь пострелять вообще никого нет нигде мне лень объяснять но ты не прав ну да ну да патриотизм наверно да патриотизм да ты кто такой прошу прощения сэр паркер пин я хотел сказать как хорошо что вы зашли ко мне почему потому что у меня есть что вам нужно серьезно я вижу что вам нужно знаете как просто потому что вы здесь если человек способен выжить содружестве как ни в чем не вала прогуливаться прямо по южному посту значит не все сквачено вы профи как русские относятся к прибалтом никак чувак это у вас прибалтов бомбит нам вообще насрать 95 процентов русских вообще не знаешь что такое прибалтика они даже не знают что когда-то страны прибалтики входили в состав россии и даже пани в советского союза и даже понятия не имеют как они там оказались все что они знают это иногда показывают какой-то нацистский марш в латвии очередной все энки у опять эту туши дебилы наверное это все потому что чувак 95 процентов русских калининград блять не найдут на карте какая прибалтика ты чё серьезно думаешь что кому то есть чё тут малые страны которые в свое время пострадали от рашки они постоянно короче подхертит думать что русские только и думают о прибалтике какой-то сраный там еще какой-нибудь залупе да всем наплевать реально я постоянно знаешь когда думал о прибалтике минут 20 назад когда узнал что одна из телок из бабдрайва замуж вышла все с тех пор я не думал о прибалтике до этого я еще лет 50 не думал о прибалтике не буду никогда думать это просто пример плохой что я 20 минут назад думал просто подумай прибалтик думаю знаешь еще когда прибалтике можно подумать к шпроты ешь вот типа нифига шпроты откуда о из латвии прикольно что мне нужно что-то суперсобие невероятно умный человек потом я сразу перейду к сути дела я сделаю вам столь потрясающее предложение что вы не сможете отказаться готовы да да давай каждый день вы что-то покупайте еду патроны пиво неважно и платите крышками бутылочными крышками у вас что 1612 на дворе 200 лет назад какие-то неудачники взорвали мир а теперь мы должны таскать с собой горы крышек это что шутка блин вот почему я вместе со всеми магазинами содружества работаю над тем чтобы избавить нас от крышек представляете единственный вид денег который вам понадобится платежная карта неплохо а но спасибо за 100 рублей что насчет чеченцев чеченцы это больная тема для нашего народа не хочу и открывать платежная карта блин я согласен с этим чуваком но он блин наларина похож по ступе я не хочу но Расскажите Все супер просто Прямо сейчас вы даете мне 110 крышек А я вам эту платежную карту Ее принимают во всех магазинах Содружества Ее цены 100 крышек Еще 10 крышек Плата за ее выпуск Ну что скажете Вам нужна карта? Да Неплохая мысль Я возьму одну Круто Вы даете мне деньги А взамен получаете платежную карту Приятно было иметь с вами дело Расскажите о Паркере Квине Своим друзьями Я каждый день стою на этом углу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, ну это было похоже на реальную банковскую систему Только с учетом того Что я действительно считаю Что весь мир должен перейти на карты Может быть даже С какими-то универсальными Деньгами Типа кредитов Знаете как В каком-нибудь В каком-нибудь фильме будущего Удобно же, блин Эти бумажки Они все грязные Даже когда за шаурму Платишь Он берет их И потом шаурму у тебя делает Грязными руками Лучше бы намного было Если бы вместо денег Ты давал карточку Нифига себе Вот это жирно Тут почти 28 патрончиков Для гауссовки было Мне правда Самая тупая модификация Гауссовки Упала С бесконечными патронами Блин Пипец Ты живучая Впрочем Я видел только Одну часть Твоего тела Вот это укрытие Брат Бильярдные шары Етить Ты жесткий Блядь Что началось Бум Какая-то Неожиданная Перестрелка Вообще Просто Турель Какая-то И тут Собака Осталась Насколько я понимаю На Моевой Пес Песик Мэп Продюсер Спасибо За подписку Всегда Приятно Когда на тебя Подписывается В такие моменты Момент не особо Отличается От обычных Но Почему-то В этот момент Было приятно Знаешь ли Спасибо Нерводер Нерводер Звучит так Как будто Ты своей мамке Нервы треплешь Спасибо за подписку Броня для пса Не буду Не знаю Вот эти дебилы Которые натягивают На животных Одежду Они меня всегда Пугали Своим фанатизмом Я не буду Таким заниматься Так ладно Пора Проводить Тест Неплохо Неплохо А я уже По-моему Проводил Но тут Короче Нет Самое Не падают Вузу Шары Ну-ка Попробуем Желтенький Забить Освободите Сака Спасибо за подписку Да Они просто Вузы Не падают Ты чё Всех убил Что ли Так Давайте Кстати Посмотрим На улучшение Для дробовика Есть ли тут Нет Глушителей Тут нет Только дульные Тормозы Обидно Тогда выкидываем Двустолка Конечно Симпатично Выглядит Как оружие Но Без Глушителя Она Не догад Сексуальная Вот Мутанты Истребители Я бы погонял Немного Жалко Что у него Бонус Такой Мерзкий Типа 50% Дополнительного Урона По супермутантам Ну-ка Чат Ну-ка Парни Вспомните Мне Мои Дорогие Самое Мутанты Населенное Место Чтобы я Пошел И прям Долбил 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 Только Учтите Что Оно Должно Быть Скорее Всего С Респом Потому Что Я Почти Всю Карту Зачистил Поменял бы Свой Никнейм Если Была Возможность Возможно Я бы Вообще Если Была Возможность Поменял бы И голос И никнейм Чтобы С нуля Начать Тогда Бы Настолько Меньше Тупых Вопросов Было На которые Мне Сейчас Настолько Не по Кайфу Отвечать Потому Что Я Уже Давно Не Интересуюсь Этим Или Там Просто Уже Отошел От Этого Я Считаю Новым Человеком Стал Но Люди Этого Не Понимают Посмотри Какой Я Добрый Сексуальный Я Раньше Был Толстый Злой Занимаюсь Совсем Другими Вещами Не Забудьте Сказать Где На Карте Это Место На Ходится Чтобы Я Долго Не Искал Больше Нихрена Нет Что Спейс Ко Герл Спейс Ко Герл А Это Девушка Модератор Она Скала Что Она Может Ночь Модерировать Потому Что У нее Нет Молодого Человека Башня Где Ты Спасал Доброго Супермутанта Они Респица Там Поехали Тогда Она Где Тут Это Башня Только Какая Какая Из Немнож Пойдем В Таможенную Башню А тут Найдем Я Еще Помню В Библиотеке Какой-то Их До Хрена Было Водонапорная Станция Возле Фермы Где Роботы Выращивали Огород Я Я Выбивал Супермутантов Сто Пудово Потому Что Мне Там Надо Было Болотником Вентиль Закрутить Точнее Не Болотником А Как раз Роботом Которые Выращивали Огород Мне Надо Было Вентиль Закрутить Там Было Ду Срачки Болотников По-моему Игру Игра Лучше Была Оптимизирована Когда Только Вышла Етитик Забомбила Вот Это Жестко Этих Уродов На самом деле Лучше Самому Заувнить Потому Что Они Очень Неприятные Ребята Так Ну Теперь Враги Вот Мне Понравился Один Из Этих Один Из Трейлеров Таркова За счет Того Что Там Я Уверен Что Игра Будет Дрисней Но Мне Понравилась Идея О том Что Чуваки Объединились Перед Общей Опасностью Это Так Красиво Было Я Же Помог Вам Парни Ну Что Ж Вы На Меня Таркова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Это просто рейдеры обрели гамма-пушки всякие у них теперь. О, боже, какой геморрой. Так было непросто. Так еще и теперь апнулось. Апнулось оружие у всяких ретардов. Продолжение следует... Что за тело со мной ходит? Ну я со всеми остальными уже походил. Я уже все квесты почти сделал. Вот этот придурок, он мне что-то рассказывает про синтов периодически. Не знаю зачем. Но он кайфовый парень. Так-то... Только сыцый и глухой. Сова Самсоник, спасибо за 100 рублей. Я помню, тебя разбанили. Так что... Веди себя прилично. Не помню, за что тебя забанили. Но, наверное, было за что. На, альф, понял. Етить! Да, вот и супер-мутанты. Ох... Где мутанты-истребитель 50-го калибра? Мать твою. Болотники-то здесь откуда? Это что, встреча старых школьных друзей? Вся дресня в сборе? Дресня. Он вообще в воздухе появился передо мной только что. Супер-мутант, босс. Так, ладно, надо винт сжать. Ой, опять на перезарядку весь винт ушел. Так, там еще летит какое-то говнище ко мне. Сосом, Соник подписался. Так, медикс, психо. Еще винта надо сжать, наверное. Ну ладно. Болотник, жри его! Етить-колотить. Это было красиво. Все-таки бывает иногда эта игра. Симпатичный. Знаете, так в темноте такой взрывчик. Оптическая боевая броня для туловища. Подробнее. Блин, она супер-охренительная, но я не буду видеть из-за нее самого. Она супер-крутая, но я не буду из-за нее видеть. Мне имба реально упала, но я из-за этого говна не буду видеть своих пушек. Вот, смотрите. Я как будто в стелс-бое. Я не вижу пушки теперь и прицела. Вообще не вижу. Попробуй попади называется. Хотя... Нет. Приказы супер-мутанта. Ну ладно, придется тогда вот с этим пестиком ходить, лол. Отель Харбумэй Марстер. Бен Клабен, еще-то давно тебя видно не было. Спасибо за подписку. Бро. Как я сегодня в коляске какал, когда играл. В игру про суп-энд-пуп. Ну блин, это броня, она, конечно. Ну посмотрите, что она делает. То есть как бы... Даже чтобы просто в пип-бой зайти, надо. Мучиться. Блин, она столько дает и брони, и всего. Пока, придурок. Не, белый пиксель посередине на мониторе, это хорошая идея. Но это не обязательно же, можно просто козявку прилепить. К чему... К чему такая радость? Битому пикселю. Может просто козявку прилепить к монитору. Что и делалось в клубах регулярно. Я еще помню, когда в КС, в старом, ламаган стрелял туда, куда ты смотришь. То есть там на снайперках не было разброса достаточно. Ну, я не помню, а вы по-кому довольно быстро ввели? Господи. Что тут было? Ужин с ретардами? Блин, я возьму всю робопонию лютик. Где этот придурок? Иди сюда. Там дед, который должен был рассказать нам грустную историю. Может, когда он увидит целиковую робопонию лютик, он нам ее расскажет. Где мой придурок? Срать на него придется выкинуть. Испортил такую композицию. Ну да ладно. Немного крипово, но это только самая малость. У меня дома примерно каждый вечер такие посиделки. Нет, невозможно, чуваки. Как бы мне не нравилась эта броня, но... Как говорится... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... ...кто был уверен, что его взрывной... Убьет... Надо вообще еще, наверное... Там какой-то перк был, или скилл, или типа того, который на урон от огня... Качнуть, тогда это снайперка будет сильнее бахать, а то сейчас что-то... Ядер кола... Всегда так стрёмно ее пить, потому что в прошлый раз, когда я играл в первый раз в прошлый Fallout, от беседки в третий... Я абсолютно не парясь, жрал эти ядер колы, а потом оказалось, что надо, блин, 50 собрать, или сколько там... 20... Я все ходил, искал, и ходил, и искал, и ходил, и искал, и ходил, и искал, а потом взял, открыл страницу, на которой было написано в интернете, где лежит наш... Странная какая-то локация... О чем она была, я так и не понял... Ты вот спуститься бы сейчас, короче, таким способом, чтобы побыстрее, чтобы не лезть... Обратно в здание... Так, тут я точно разобьюсь... Не хочу лишнюю загрузку, надо найти способ спуститься... Так... Твою мать... Неплохо было, идея-то хорошая была, то есть я как бы был близок к тому, чтобы не разбиться, я упал прямо на забор... Так, ладно... Здесь не за что зацепиться... Ты всё... Да ёптыть... Блин, ща, погодите... Я уверен, что можно... Я уверен, что можно... Я уверен, что можно... Я не с такой крыши слезал на один разик... О, кстати... О, кстати... Есть ещё что-нибудь... Есть ещё что-нибудь... И... 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 Немного не долетело... Совсем капелюшечку, мне кажется, можно допрыгнуть... Сейчас... Выключу свет, чтобы не так страшно было... Я готов... Блядь... Дом в другой стороне... Чё... Чё... Сейчас... Вот раз так... Дом там... Я тут... Иди ко мне... Иди ко мне... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха... Ну и ретарм... Вставай, придурок... Вот, стоп... Супер мутанты... Где мой мутант и истребитель? Хотя, на самом деле, у меня самое дамажащее оружие это зуб Кремва, потому что у меня дикая прокачка в стелс. И в дальность атаки смели, я отсюда прям могу бить и просто ваншотить всех. Собачка не заваншотил, потому что она меня увидела. Че-то раньше, чем надо. Так, теперь можно, наверное, мутант и истребитель взять в свои руки. Ёптать, да! Че такое? Они начали... Вы видели? Она тоже из воздуха появилась. Они начали, короче, генерироваться в воздухе. Раньше, когда я играл, такого не было. Твою мать, я еще и косой, как животное! И какой же бесполезный у меня напарник просто. Это он улетел только что в помойку. Но этот все равно самый бешеный. Ход Кинг и Джо Твичи, это вранье, я не верю в это. Это вранье, это... Но это хороший байт, знаешь ли. Многие подписались бы, я уверен. Я прям... Р Afган ahí... Не верю в это... Рауर На выход, мне свою белую пирогу аemorать эту... Оно ходит. Но перед этим... Все равно забыли. Не верю в это. Но подбубль plaintих extrёмный ремонт. Мыником изlicht в жизни! Получаем God�, что вот так делается! образом перед этим мыwright и basketоргом были. Но prevented! На францебле убили, в нем вместо работы т Bürger! habitual диван Metro, Субтитры сделал DimaTorzok Я реально лечился тогда жестко Привет, солнечные Америки Тут хоть можно на крышу, я там не знаю, выйти? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я так испугался, чувак, прости Все мои пули в тебя улетели Привет, малышка Гвардгейт, спасибо за подписку Мне, ме, ме Блин, отсюда было бы прикольно этих рейдеров пошмалять Чё-то, короче, фалач не стал веселее за то время, что я не был в нем Как, кстати, туда наверх попасть? Я не вижу. Блин, ретард опять ударился. Ща, погодите. Как же я хочу игру, где будет нормальная физика объектов, а не все, типа, как камни. Во всем ты застреваешь. Нет, это невозможно. Это невозможно. Нет, этот объект не осязаем, к сожалению. Можно, конечно, выкинуть какую-нибудь здоровенную пушку или броню из нее. Ты че расселся? А ну, вставай, и начал тут бухать, свинья. Твою мать! Я застрял! В рекламе, рукой. Ща. На одной из крыш есть люлька, но не на этой. Спасибо за совет, он мне очень помог. Жаль, что не на этой. Может, я не умру? Нет, тут слишком высоко. Короче, рискую сейвом, но сейвлюсь здесь. Твою мать. Нет, вот если я на эту рекламу нормально приземлюсь, то будет норм. Я не умираю, если падаю на нее, это уже понятно. Вот с этой можно на ту вентиляцию. На ней не зафиксироваться, я понял. Типа, она не считается за объект, с нее скатываешься. Надо на эту рекламу падать. Не получилось. Там вода еще есть. Можно будет до нее допрыгнуть. Слушайте, я просто прыгну в воду тогда. Нет, эта вода не спасает меня от смерти. Я просто подыхаю в ссаной луже. Я нашел веселое занятие в флаче. Прыгать с крыши. Как Супер Марио. Вот это действительно весело. Короче, сейчас я с этим справлюсь и пойдем в следующую игру. На часок. Ети. По-моему, я сейв запорол, в который играл почти 80 часов. Только что. Я не могу попасть на эту рекламу, вообще никак не получается. Бламберг, спасибо. Спасибо, брат. Ближайшие пять титраев в твою честь. О-о-о. Ну, как... Так как оттуда это был единственный вариант, то здесь надо сейвиться по-любому. А дальше уже искать выход. Может быть, и эта часть? Так, хорошо. И тут вот я умираю. Но на этой жердочке можно было бы найти, куда уйти. Плюс у меня довольно мало хп. Было близко. Я смогу. Почти, почти. Там буквально сантиметрика не хватает. Это как в Mirror's Edge. Главное верить в себя. Фу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Что-то я прям устал 5 часов 20 всего в эфире Давайте еще часик в Dark Souls Побегаем Хотя я уже бегал на стриме И именно до того же места Наверное и дойду Но теперь у меня будут Советчики и кто знает может будет поинтереснее Но сначала перерыв минут на 5 Туалетная пауза Так сказать, кто хочет чайку Прозеваться, пропердеться Плюс мне еще надо геймпад Подключить, у вас есть эти 5 минут Отдыхайте Слушайте MonsterCat